здравствуйте я сегодня вам хочу показать как вязать вот такой рисунок эту юбочку я связала для дочери вот схема этот рисунок кто-то называет всегда зигзаги кто-то называет мессоне я вам хочу показать как его вязать и так рапорт этого рисунка составляет в моем случае 14 петель лицевая накид 3 петли вместе галочки означают кромочные петли повтор рядов повторяется однотипно не одинаковые в круговом вязание изнаночный ряд провязывается лицевыми петлями в поворотных рядах все петли провязываются изнаночными петлями давайте мы с вами начнем я для своего вот этого образца набрала 2 рапорта то есть 28 петель и плюс по 1 кромочной 30 петель так начнем 1 кромочная лицевая накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 3 петли вместе вторую меняем местами с первой петлей и провязываю их 3 вместе провязали 3 вместе 5 лицевых 1 2 3 4 5 накид лицевая накид 5 лицевых 3 петли вместе 5 лицевых одинаковые кутбук накид и кромочная изнаночный ряд провязываем все петли изнаночными накид тоже провязываем изнаночной петлей кромочная следующий ряд мы также провязываем как и первый лицевая накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 3 петли вместе вновь мы меняем местами петельки чтобы у нас вторая петля лежала сверху 2 петли вот так 5 лицевых накид лицевая накид 5 лицевых и вновь 3 петли вместе вторую первыми я местами сверху провязываем 3 петли 5 лицевых накид и кромочная уже сразу видно что идет низ волной сейчас еще раз провяжем изнаночный ряд я вам покажу как провязать чтобы полоски шли к линиями нужно делать прибавление для вот такой вот юбочки чтоб не прямая когда юбочка идет расклешенная нужно делать прибавление прибавление вот в моем случае я делала примерно через 10 13 рядов и так давайте мы с вами про вяжем изнаночный ряд и я покажу как делать прибавление все петли провязываем изнаночными накид тоже изнаночной и так между накидом и тремя петлями у нас 5 петель прибавку мы делаем где-то примерно в центре так лицевая накид вот у нас 5 петель мы вот эти вот и петли вот 1 2 3 1 2 3 мы их откладываем вот 5 петель прибавку делаем примерно на третьей петле по центру как мы делаем провязываем накид мы сделали провязываем 1 2 вот она 3 петля впредь в петлю предыдущего ряда я провязываю петлю прибавляю и провязываю эту же петлю саму петлю 2 петли последний провязала теперь 3 вместе и снова провязываю 2 петли в третью петля предыдущего ряда вот она я провязала петлю и провязываю эту же петлю саму 2 петли накид лицевая накид 2 петли провязала и вновь петлю предыдущего ряда саму петлю 2 3 петли вместе 2 петли петлю предыдущего ряда саму петлю провязываем 2 накид и кромочная и теперь у нас получается между накидом и тремя петлями должно быть 6 петель провязываем изнаночный ряд и так вот я провязала изнаночный ряд и теперь мы считаем кромочная 1 лицевая накид 1 2 3 4 5 6 вот она петелька где мы прибавляли мы посчитали накид 6 петель лицевых 3 петли вместе раз-два-три-четыре-пять-шесть накид лицевая накид 1 2 3 4 5 6 3 петли вместе раз-два-три-четыре-пять-шесть накид и кромочная вот так получается у нас если вы хотите чтобы у вас юбочка была еще пышнее чем моя прибавки можно делать почаще если вы хотите чтобы было прямое полотно вязать без изменений как у вас было по 5 петель вам надо учитывать размер объем бедер чтобы сильно плотно тоже не было на этом все спасибо вам что были со мной удачи вам вяжите и до новых видео